МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот оно! Рыбавское счастье! В это путешествие по рекам Пермского края я отправился со своим другом Максимом Литовченко. Красота малых рек России завораживала и манила нас все дальше и дальше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жили мы в палатках, ночевали у костра и шли все дальше и дальше в сторону горизонта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ловили хищника на спиннинг, прочесывая своими блеснами царство речного бога. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Занимались подводной охотой, наслаждаясь прозрачными реками и любуясь удивительным подводным миром. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На одной из рек на Перекате мы познакомились с местным жителем, управляющим усадьбой у барина Александром Мальцевым. Саша ловил Хариуса нахлостом. Очень интересный, азартный вид рыбалки. Хариус на этом перекате был некрупный, от 100 до 250 граммов. Ловил Александр на искусственные мушки, ловко посылая такую легкую наживку мастерским взмахом удилища. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Хариус брать не хотел. Саша бросал и бросал мушку в бурлящие потоки, но поклевки не было. Я решил помочь ему и проплыл этот участок реки и показал Саше, где стоит Хариус. Последовал заброс в указанное место и... Пожалуйста! Вот он, красавец! Попался! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, Саша, взяли? Ну это да, это у нас зачетный. Зачетный? О, да, это зачетный. Возьми так его в ручки, плавничок поднимем. Четыре бутерброда, пять, четыре бутерброда. Я сначала вычислил территорию, да, акваторию, где стоят Хариусы. Да, Саша позвал, показал место, и мы вместе общими усилиями взяли Хариуса. Практически пальчиком ткнул. Пальцем ткнул, да, на место, где он стоял. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот такие. Самый бутербродный вариант. Да, самый вкусный Хариус. О, сейчас, сейчас, сейчас будем делать бутерброды. У Александра всегда с собой вкусный набор. Лимончик, хлеб, масло, зелень. Остается только поймать Хариуса. Что мы и сделали. А теперь начинается волшебство кулинарии. Александр на наших глазах готовит то, чего мы с Максом никогда не ели. Бутерброды из филе свежепойманного Хариуса. Все происходит на ваших глазах. Никаких вакуумных упаковок с прошлогодней рыбой. Все здесь и сейчас. Это не бутерброды. Это произведение искусства. Мы с Максом смотрели завороженно на это таинство и осознавали, какое оно рыбацкое счастье. И вот только сейчас... А что мы делаем? Только сейчас мы поливаем лимоном, когда уже будет рот в руке. В рот только, если засовывать, только тогда. И туда сразу? Да. Отлично. Как текила. Да. Как текила. Все, надо есть. Поехали. Надо есть. Это моя любимая жене. Она у нас оператор. Постоянно за камерой. Ей некогда к столу подойти. Я ее персонально поднесу. А это телезрителям раскрывать рты пошире. Пошел. Саша рассказал нам, где можно понырять, и мы оставили его на перекате, а сами отправились на подводную охоту. Сплавляться вниз по течению прозрачной реки в солнечную погоду весело и радостно. Макс бороздил речные просторы с ружьем, а я шел за ним с камерой. Стоило мне посмотреть в сторону, как раздался выстрел, и Макс взял свой трофей. Ну вот, я немножко отстал от Максима. Пока я его догнал, Макс взял хорошего головлика. Ну, давай, подними, покажи нам, что там у тебя за трофейчик красноперый. Ох, какой красавчик-то. Да. Ну, где-то граммчиков 600-500. Уже очень даже симпатичная рыбка. Сейчас мы... Поближе его. Коёк. Какие плавнички. Ну, давай его по прямой, во всю горизонт, ко мне. Горизонтально ко мне поставь, ко мне. За край зацепил. Чего я смотрю, вот так хорошо, ага. О, плавнички какие красненькие, хвостик черненький, давайте покажем. Я сплавлялся, они мимо меня прошли, не успел я их стрельнуть, и я коленочкой заодно, ластой зацепился, встал и не двигался. И он вышел на меня, стал разворачиваться, ходить я ему вслед. Ну, что, я один должен сказать, что молодец, очень хороший тактический прием, фактически ты как охотник рыбу перехитрил. Потому что, да, молодой, неопытный чайник, он увидел, упустил, пошел дальше. А ты остановился, подождал и взял свой трофей. Молодец, очень хорошо. Ну, учителя были хорошие. Да, хорошо, молодец. Учителик Александр Кочевеев. Давай, спасибо. Как всегда, внезапно из травы вылетели лещи и проскочили мимо нас. Леща видел, где-то килограммчик, полтора. Вот, ну, он все в тактическом ожидаемом режиме. Прошел мимо меня, боком, не останавливаясь. Вот, ну, я не стал его стрелять. А что, мелкий? Нет, ну, килограмм, ну, с головля, наверное. А что, не стал стрелять? Да он как-то боком, только нырнул. Думаю, не буду пока. Рыбы нам много не надо. На ушицу, да на жареху. Возьмем еще несколько головликов и хватит. А вот на этом амутке, видите, как пенится и закручивается вода? Здесь должна стоять рыба. Точно, стая головлей от 300 граммов до 1 килограмма. Головли видели меня и держались поодаль. Я ждал, когда самый большой, где-то на килограммчик, подойдет на выстрел. И дождался. Стрелять с двух с половиной метров и попасть в идущего головля непросто. Но можно. Я попал. Ну, глаз не подвел, рука не дрогнула. Вот такая красивая рыбка, прекрасно. Я думаю, да, где-то около килограмма. Но грамм 800-то точно, я думаю, будет. Поохотились и вернулись наперекат реки к Александру, который продолжал хлистать своим нахлостом пенящиеся струи реки. День такой ветреный, что я вообще-то бы в такую погоду не пошел. Ну, немножко вышел. Поэтому немножечко на бутербродики поймал. Мы, не отходя от реки, тут же испробовали еще раз это чудо уральских рек, бутерброды и свежего хариуса. Максим, снимался бы и снимался в таких фильмах. Ой, не говори. Вот это задача режиссера. Наливай, запей. Эх, Сашка, мастер-кулинар. Приятного всем аппетита. Удачной всем рубалки. Давайте, ребят, на здоровье. На здоровье. На здоровье. Спасибо, Захарьус. Усадьба, как в сказке, вынырнула из-за поворота реки. Вода журчала на искусственных водопадах. И звук падающей воды погружал нас в русскую сказку. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон и дверей. Там чудеса, там леший бродит. Нет, это был не леший, это была рысь Дашка. Нас ожидал чудесный прием. Возвращайтесь. Либо сольно. Наше сало по куманскому рецепту. Наши фирменные бутерброды с форелью. И наши наливочки. Кедровка, самогон наш любимый. Клюковка и брусничка. У путешественников, которые уже неделю живут в палатках и питаются у костра, чем бог подаст, закружилась голова от обилия умопомрачительных кушаний. И это только начало, так сказать, закуска. Дальше мы пошли в ресторан. И тут начался праздник живота. Эх, хороша бутылочка, да, Максим? Эх, рука радующая. Полная чаша этому дому. Полная чаша этому дому. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok